КОЛЕСНИЦЫ БОГОВ КОЛЕССИ БОГОВ И ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЗВЁЗДАМ ОПЕРАТОР ЭРНСТ ВИЛЬД КОМПОЗИТОР ПЕТЕР ТОМАС КОМПОЗИТОР ПЕТЕР ТОМАС КОМПОЗИТОР ГАРОЛЬТ РЕЙНОН КОМПОЗИТОР КОМПОЗИТОР Обсерватория в Монт-Паламар, расположенная на высоте почти 6000 футов над уровнем моря в горах Калифорнии, оснащена самым большим в мире отражающим телескопом. Его огромное вогнутое зеркало в тысячу раз усиливает свет, идущий от самой далекой звезды. Пришлось проложить специальную дорогу длиной в 45 миль, чтобы это зеркало, диаметр которого составляет более 16 футов, было доставлено в обсерваторию. При помощи телескопа, находящегося в Монт-Паламар, можно наблюдать объекты Вселенной, удаленные от нас на расстояние 4 миллиардов световых лет. Один световой год составляет 6 с 12 нулями миль. Здесь были сделаны фотографии этих туманностей, расположенных на расстоянии в 2 миллиарда световых лет от Земли. И если считать в милях, то получится число 12 с 21 нулем. Гигантский глаз Монт-Паламар может увидеть миллиарды звезд. Сегодня ученые всего мира поглощены поисками ответа на один вопрос. Какое количество этих звезд обитаемо? Например, мы знаем, что только в нашей галактике, вокруг почти 50 миллионов звезд, могла возникнуть высокоразвитая форма жизни. Вполне допустимо, что и наша планета в далеком прошлом посещалась кем-то прилетевшим с одной из этих 50 миллионов звезд. Всемирно известный специалист в области ракетной техники Вернер фон Браун сказал, «Я определенно признаю возможность существования в отдаленных уголках Вселенной не только животной и растительной форм жизни, но и разумных существ». Профессор Герман Оберт, отец межпланетных путешествий, сказал нам следующее. «Я верю, что в отдаленном прошлом неизвестные инопланетные существа, находящиеся на более высоком уровне развития, посещали нашу планету». Ученые всегда слишком быстро принимают негативные отношения к новым идеям. Когда была изобретена железная дорога, они уверяли, что человек не сможет выдержать скорость, превышающую 20 миль в час. Русский ученый Казанцев, член Московской Академии Наук, заявляет, «На вопрос, посещали ли когда-нибудь нашу Землю инопланетные существа, наделенные разумом, я отвечу утвердительно». «Член Академии Наук в Минске доктор Вячеслав Зайцев сказал, «Лично я абсолютно убежден, что инопланетные существа прилетали на нашу планету, так как осталось очень много следов их пребывания здесь». «И мы еще пока не можем объяснить, почему они оставили именно такие следы». Только после начала наших полетов в космос стала актуальной мысль о произошедшем когда-то контакте землян с инопланетным разумом. Человечество всегда мечтало взлететь над землей. И только в век развития науки человек научился летать. Но этого оказалось мало. Он полетел на Луну. Оказалось, что она очень близко. Поразительно быстрое развитие ракетной техники приблизили небеса к человеку буквально на расстоянии вытянутой руки. В этом столетии человек высадится на Марсе, в следующем на Венере. Как встретят наших астронавтов, когда они приземлятся на другой населенной звезде? Как врагов или как богов? Мы знаем из недалекого прошлого, как примитивные племена реагировали на свою первую встречу с современной техникой. Во время Второй мировой войны американские солдаты были посланы на отдаленно изолированные от мира острова в Тихом океане. Когда война закончилась, они вернулись домой. И случилось нечто поразительное. Аборигены этих островов, изолированных от остального мира, жили практически в каменном веке, пока не пришли американцы. Вскоре после их ухода аборигены стали делать соломенные и бамбуковые фетиши, похожие на самолеты. Грубые имитации взлетных полос на своих островах, чтобы вернуть пришельцев. Грубые имитации Они привезли с собой с небес орудия труда, фантастическое оружие, небесные машины, о которых те никогда и не помышляли. Кто, кроме богов, мог еще располагать такими обширными знаниями? Они не охотились и не удили рыбу. Однако у них всегда в достатке было еды. Они пришли с неба. Значит, они и есть боги. Их надо умолить вернуться. Дикари зажигали огонь в святилищах. Они день и ночь следили за небом. Пристально вглядывались в него в ожидании, но боги не вернулись. Тем не менее, у островитян появилась новая религия. После встречи примитивных племен и пришельцев из высокоразвитого, стоящего на более высоком уровне развития техники общества, родился новый культ. Русские ученые казанцев и зайцев предполагают, что все религии возникали подобным образом. КОНЕЦ В Мексике и Южной Африке, от Египта до Индии, по всему миру у всех народов есть сказания, легенды и даже религии, возникшие после посещения инопланетных астронавтов. Разумеется, их называют не астронавтами, а богами, которые прилетали на Землю в чудесных небесных колесницах. Мы можем, конечно, воспринимать эти сказания как просто плоды фантазии, если бы они не повторялись практически у всех народов мира. Письменных документов, рассказывающих о посещениях богоподобных пришельцев, повсюду в изобилии. Например, в тибетском цикле книг «Каншур». «Каншур» состоит из более тысячи томов, содержащих священные тексты ламаизма. Тайный шифр этих текстов наиболее сложный из придуманных древними людьми. Только одна сотая часть «Каншура» была расшифрована. В результате появились тексты, которые мы теперь можем прочитать. В этих текстах очень много упоминаний о богах, появляющихся с неба, сверкающих жемчужин и прозрачных сфер, где живут эти боги. Если эти книги когда-либо будут полностью расшифрованы, из них мы непременно получим больше сведений об этих таинственных космических пришельцах. В Индии мудрость Махабхараты пользуются всеобщим огромным уважением. Индийцы очень любят эту национальную эпическую поэму. Она состоит из 80 тысяч стихов, которым 6 тысяч лет. В этой части Махабхараты мы также сталкиваемся с потрясающими свидетельствами посещения земли богами. В поэме очень часто говорится о вимаанах. Это колесницы, способные взлетать на большие высоты при помощи ртути и мощных восходящих воздушных потоков. Вот реконструкция виманы, сделанная доктором Казанцевым в соответствии с описаниями в Махабхарате. Автор этого отрывка был свидетелем того, что сегодня называется стартом. Бхима улетел на своей вимане в гигантском столбе света, сияющем как солнце и с грохотом, подобным громовым раскатом во время бури. Наши поиски других следов пришельцев из других миров приводят нас в Багдад, столицу Ирака, страны, лежащей в междуречии. Багдадский музей располагает множеством свидетельств минувшего. Среди них документы, записанные на глиняных табличках примерно 5000 лет назад. Их глиняные страницы рассказывают о таинственных существах, которые прилетали на землю в клубах дыма и сопровождаемые громовыми раскатами. В середине столетия были найдены 12 глиняных табличек, на которых клинописью было записано сказание о Гильгамеше. Здесь записана история создания мира в форме эпической поэмы, которая поразительно похожа на часть Библии, книгу бытия. Однако авторы Гильгамеша жили за 2000 лет до создателей Библии. Гильгамеш, герой эпической поэмы, был полубогом и получеловеком. На седьмой табличке записаны удивительные путешествия. От лица Энкиду, друга главного героя, дано первое свидетельское описание космического путешествия, записанного в каменных летописи. После подъема в небо, на небесной колеснице, в течение 12 часов он говорит, «Посмотри вниз на землю, что ты видишь? Посмотри на моря. На что они похожи?» И земля была похожа на миску с кашей, а море на корыто с водой. Американские космонавты, высадившиеся на Луне, употребляли почти такие же слова, описывая, как выглядит земля из космоса. Мы летим над Мертвым морем. Среди этих неприветливых скальных образований, недалеко от Кумрана, двое молодых пастухов, искавших заблудившихся кос, нашли нечто иное. В 1947 году в этих пещерах они наткнулись на так называемые «свитки Мертвого моря». Они были написаны на коже около двух тысяч лет назад. В кумранских текстах также говорится о таинственных небесных колесницах и о сынах неба, которые на них прилетали на землю. Их прилет и отлет также сопровождались огнем и клубами дыма. Едва ли хотя бы тысячная часть этих древних источников раскрыла свои тайны. Слишком мало ученых работают над расшифровкой целых гор пергаментов, берестяных свитков и глиняных табличек, пылящихся в музеях и библиотеках. Более того, то малое количество документов, которые удалось расшифровать, требует выяснения того, насколько достоверны описываемые в них события. Мы не должны и далее отметать сказания о небесных колесницах и путешествующих божествах, считая их простой выдумкой. Следует извлечь урок из того факта, как островитяне Южных морей отреагировали на свою первую встречу с белым человеком и самолетом. Если бы они могли писать, несомненно, запись их впечатлений была бы поистине фантастической. Надо учиться распознавать правду, которая прячется в легендах и мифах далекого прошлого, воспринимать ее серьезно. Сто лет назад один человек так и поступил. Сюда, к берегам Малой Азии, в 1864 году, в поисках легендарного города Трои, приехал человек. Он нашел город под этим холмом. Генрих Шлиман решил буквально истолковать поэмы Гомера, Илеаду и Одиссею. Что за чепуха, говорили его умные современники. Поэмы Гомера были записаны за 8 веков, до Рождества Христова. И признавая их несомненную красоту, не стоит забывать, что это всего лишь стихи. Но Генрих Шлиман верил в историческую канву рассказов слепого певца. И, наконец, он был вознагражден за свою веру. Ведомый стихами поэта, он нашел древнюю Трою. Представьте, как он был счастлив подарить своей жене драгоценности, которые он раскопал в сокровищнице дворца царя Приама. Представьте, как он был доволен, когда обнаружил Трою именно в том месте, на которое указал Гомер. Современники смеялись над Шлиманом. Сегодня же его считают одним из величайших археологов всех времен. Следуя его примеру, давайте буквально истолкуем еще один замечательный документ. В Библии говорится, «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба». А что же случилось на самом деле? Несомненно, что 19 глава первой книги Моисеевой описывает потрясающее событие. Бог прислал вестников, чтобы предупредить семью Лота о приближающейся к катастрофе. Ангелы сказали Лоту, спасайся, не оглядывайся назад и не останавливайся в долине, спасайся на горе, чтобы тебе не погибнуть. Сегодня, конечно, мы знаем, что на горе можно спастись от радиоактивности. Посланники настаивали на том, чтобы он немедленно покинул город. Интересно, могли ли они тогда предсказывать ядерные взрывы? Ясно одно. Процветающие города Содом и Гоморра были стерты с лица земли, уничтожены единым ударом. В те времена человечество не имело возможности наносить такие разрушительные удары. Так рассказывается о том, что было после катастрофы. И он посмотрел вниз и увидел, что земля дымилась, как угли в печи. Гора Хорет в Синайской гряде возвышается на 6500 футов над уровнем моря. Здесь Моисею были даны 10 заповедей. Здесь же Господь дал ему план Ковчега Завета. В главе 25-й 2-й книге Моисеевой он рассказывает, как нужно строить это удивительное сооружение. И они должны построить ковчег из древесины акации в 2,5 локтя длиной и 1,5 локтя шириной и 1,5 локтя высотой. Изнутри и снаружи его надо обить чистым золотом и по краям украсить его золотыми фигурами. Господь дал очень точные указания о постройке ковчега. Он предупредил, чтобы никто не подходил к сооружению близко под страхом смерти. И хотя он говорил с Моисеем с крыши ковчега, он оставался невидимым. Моисей должен был даже дать своим строителям специальную защитную одежду и обувь. Одежду и обувь, которые их полностью бы изолировали от внешней среды. Если бы мы задумали сегодня построить такой же ковчег в соответствии с указаниями Моисея, у нас получился бы конденсатор с зарядом в несколько сот вольт. Одна сторона его была заряжена отрицательно, а другая положительно. В Библии говорится, что ковчег испускал пламя и искрился, вот как изображено на этих старых полотнах. После того, как Моисей построил этот ковчег, Господь мог говорить с ним через него. Возможно, эта золотая оболочка ковчега была чем-то вроде громкоговорителя, воспроизводящего слова Господа. В 1961 году группа студентов колледжа из Миннесоты после серьезного изучения указаний Моисея построила ковчег в полном соответствии с ними. Однако их руководителю пришлось сломать модель ковчега, потому что она обладала очень опасным электрическим зарядом высокой мощности. Мы, живущие в 20 веке, потрясены тем, что Библия содержит очень много удивительных рассказов о событиях, подобных книге Моисеевой. Не менее удивительно и Вознесение Ильи, о котором написано в книге Царств. Все это можно считать сущим вымыслом, если, конечно, рассказчик сам не был свидетелем необычного, но реально произошедшего события. С небес спустилась огненная колесница, запряженная огненными же лошадьми, и увезла Илью. А вот еще одно поразительное событие, описываемое в книге книг. Много художников воспроизвело на полотнах историю пророка Иезекииля. На пятый день четвертого месяца 30-го года небеса разверзлись. Я видел, как с севера налетел ураган, затем появилось огромное светящееся облако, извергающий огонь, и среди этого пламени сверкало бронза. И из недр его вышли человекоподобные существа. Вот как они выглядели. Тело у них было человеческое, но у каждого было по четыре лица и по четыре крыла. Лицо спереди было лицом человека, справа морда львиная, слева бычья, а сзади, как голова орла. Мог ли иначе Иезекииль описать прилет пришельцев из космоса? Я смотрел и видел колеса на Земле рядом с этими существами, по одному на каждого из них. Они сверкали, как драгоценные камни. Одно колесо было внутри другого. Когда они катились, то двигались в любую сторону, не поворачиваясь при движении. У четырех колес были ободья и спицы, и вокруг их ободьев, как будто сверкали небесные очи. Может, это были двигатели космического корабля? И когда они взлетели, я услышал шум их крыльев, подобный грому небесному. Раздался грохот, как будто прогневывались на нас силы небесные. Пророк был свидетелем великолепного зрелища, очень близко напоминающего взлет многоступенчатой ракеты. Он описал даже рев ее двигателей и старт. Вот как первые иллюстраторы Библии представляли себе ангелов, существ с металлическими ногами и опорными дисками. Не кажется ли вам это знакомым? Посмотрите внимательно на правую часть этой картины. Это монастырь в Десане, в тихом захолустье Южной Югославии. Церковь была украшена фресками в середине 14 века. И вот совсем недавно ученые задались вопросом, может быть на фресках в Десане нарисованы космические корабли? Да, они несколько похожи на космические корабли. Внутри первого нарисованного корабля мы видим сидящего человека, положившего руку на рычаг управления. Он наблюдает за вторым космическим кораблем. Отметьте обтекаемую форму корабля. Четко видны его двигатели. Очевидцы этого события закрывают лица руками. Их лица искажены от ужаса. Мы не можем объяснить, почему были написаны именно такие фрески. Точно так же мы не можем объяснить и доисторические наскальные рисунки, найденные в Аль-Камонико, около города Бреша, в Италии. Эти примитивные рисунки изображают таинственных богов в широких комбинезонах. Их шлемы снабжены антеннами. Стамбул. Город в бухте Золотой Рог. В этом городе высится дворец Тапкаппи. Здесь хранятся любопытные карты, найденные на востоке в 18 веке турецким адмиралом Пири Райсом. Старейшие из карт датируются первым веком нашей эры. Вероятно, они являются копиями еще более древних карт. Манера изображения кораблей и животных относится к более древнему периоду. Вот одна из них. На ней изображена часть Европы и Африка, и кроме того, Центральная и Южная Америка. Представим себе, что мы астронавты, и наш космический корабль завис в небе где-то над Каиром. Мы бы увидели именно такое расположение континентов на планете. Самое удивительное в картах Пири Райса то, что на них изображено именно то, что, будучи астронавтами, увидели бы мы только из одной точки космоса, а именно, непосредственно над Каиром. А вот еще одна замечательная вещь. На этой карте изображена еще недостаточно изученная область Антарктика. Существование континента Антарктики было установлено только в 19 веке. Тем не менее, эта карта была составлена в 1532 году. Мы можем только предположить, что эти древние карты изображают то, что кто-то видел с большого расстояния от Земли. Продолжение следует... Каир, трехмиллионный город на Ниле. В 12 милях от Каира находятся пирамиды Гизы, одни из наиболее загадочных сооружений на Земле. Площадь основания пирамиды Хеопса составляет 570 тысяч квадратных футов. На этой площади можно было бы построить небольшой город из 500 домов. По завершении строительства пирамида имела высоту 477 футов. Со временем она стала лишь на 32 фута ниже. Коридоры ведут к углу пирамиды. Общий вес пирамиды составляет 6,5 миллионов тонн. Это примерно равно весу 65 тысяч локомотивов. 2 миллиона 300 тысяч каменных блоков пошло на строительство Седьмого Чуда Света. Каждый из них весит 2,5 тонны. Эти каменные глыбы везли из каменоломен в Макадамских горах, которые находятся на Ниле на большом расстоянии от Гизы. И это в то время, когда у человечества не было ни кранов, ни грузовиков. Каким образом? Разумеется, на деревянных катках. Вряд ли. В те времена, как и сейчас, там растут только финиковые пальмы, древесина которых очень мягкая, а плоды шли в пищу строителей. Каким образом древние строители могли поднять эти колоссальные каменные блоки на высоту более 400 футов? Давайте займемся расчетами. 20 тысячам рабочих, которые в день поднимали и устанавливали по 10 блоков, потребовалось бы 664 года. Сменилось бы более 30 поколений, прежде чем была бы построена одна пирамида. Таким образом, пирамида не могла быть построена при жизни одного фараона, чтобы служить потом его громницей. Если вы увеличите высоту пирамиды Хеопса в миллиард раз, то эта цифра будет примерно равна расстоянию от Земли до Солнца. Неужели это простое совпадение? Долгота, проходящая через центр пирамиды Хеопса, разделяет континенты и океаны на две равные части. Еще одно совпадение. В конце 16 века голландский математик Лудольф открыл число Пи, с помощью которого можно вычислить длину окружности. Если разделить периметр основания пирамиды Хеопса на две ее высоты, то получится как раз число Пи, которое Лудольф открыл 4 тысячи лет спустя. Неужели это всего лишь совпадение? Невозможно просто отбросить, как простое совпадение, огромное количество математических и астрономических величин, заключенных в конструкции пирамиды. Это пирамида Хефрена. В 1967 году группа ученых обследовала с помощью радара внутренность этой пирамиды в надежде найти скрытые пустоты, но безрезультатно. Их усилия не пролили свет на тайну ее постройки. Старая египетская поговорка гласит, мир боится времени, а время боится только пирамид. Сфинкс – символ загадочного «Вечная тайна». Его высота 65 футов, длина 237 футов. Возраст его неизвестен. Долина Нила возле Луксора представляет собой узкую полоску плодородной земли среди пустыни. Перед нами простирается долина царей. Эта долина была местом погребения царей во времена фараонов. За этими узкими входами крутые ступени и бесконечные извилистые коридоры, ведущие в каменные склепы. Гробница царя Сетаса II находится на расстоянии 300 футов от входа. Его усыпальница с квадратными колоннами и декоративными рельефами высечена прямо в скале. Здесь, как и в других гробницах, мы видим удивительные настенные росписи. Их рисовали без доступа света. Похоже, здесь не использовались ни факелы, ни масляные лампы, так как на потолке нет следов копоти. Ученые предположили, что древние художники освещали склепы солнечными лучами при помощи сложной системы зеркал. Серебряные зеркала древности отражали лишь 40% света. Вот почему им было необходимо так много зеркал. Таинственные фигуры стоят вдоль стен склепа. Они несут в себе символические свидетельства их связи с небесами, со Вселенной. Гробница Тутанхамона самая маленькая, но самая знаменитая из этих царских усыпальниц. Все остальные были разграблены в предыдущие столетия. Только это сохранило свои сокровища до наших дней. Здесь нашел покой 19-летний полубог-полуцарь. Здесь он должен был ждать дня своего воскрешения из мертвых. Возраст этой мумии 3000 лет. Тело усопшего таким образом готовили к воскрешению из мертвых. Мумии прятали в самых отдаленных уголках гробницы. Еще недавно бальзамирование считалось религиозной традицией. Затем родилась теория о том, что бальзамирование было имитацией способа физической консервации, используемого инопланетными пришельцами, но только опыт египтян повторения этого способа был неудачным. КОНЕЦ Вот загадочная статуя Рамзеса II, разрушенная в ходе войн. Ее возраст 3000 лет. Она высечена из целого куска скалы. Вес ее 1200 тонн. Она была привезена сюда из макадамских каменоломен, находящихся на расстоянии 370 миль отсюда. Никто не знает, как это было. КОНЕЦ Колоссы Мемнена. Их возраст 3500 лет. Высота 52 фута. Они высечены из целых глыб песчаника, каждый весит 1000 тонн. Их тоже привезли из макадамских гор. Никто не знает, каким образом. Храм Абу-Симбелл и его сооружение на берегу Нила мешали строительству Асуанской плотины. Через 3000 лет после постройки этого храма потребовалось объединить таланты и ресурсы почти 100 наций, чтобы решить вопрос о его переносе в другое место. Было задействовано наисовременнейшее оборудование, краны, чья мощность была усилена гидравлическими прессами. Было сделано 300 тысяч точнейших измерений, так как статую Абу-Симбелла пришлось распилить на части. На это ушло 3 года. Современная инженерная мысль столкнулась с задачей по передвижению гигантских объемов. Каким образом египтяне решали те же проблемы в отсутствии всей этой техники? Обелиску в Луксоре 3000 лет. Высота его 85 футов. Он был высечен из целого куска красного гранита и привезен из Осуана, находящегося в 185 милях отсюда. Высота обелиска в Карнаке 96 футов. Это самая высокая стела в Египте. Она весит 400 тонн. Незаконченный обелиск все еще лежит в Осуане. Его высота свыше 135 футов. Это самый высокий обелиск в мире. Его вес 1200 тонн. Ни один кран в мире не только не смог бы поднять его, но даже и сдвинуть с места. Знаменитый камень Юга. Самый крупный из высеченных и перенесенных человеком вручную. Его вес 2000 тонн. Он предназначался для Бальбека, находящегося в двух часах езды на автомобиле от Бейрута. Греки и римляне строили свои храмы не так уж давно. Но они были возведены на умело построенных основаниях, состоящих из самых больших каменных глыб, обработанных и установленных на место. Длина самых больших из таких блоков 65 футов, высота 15 футов и ширина свыше 12 футов. Каждая из них весит почти 2000 тонн. Это основание уже было очень древним, когда на нем были построены храмы. Археологи все еще не могут объяснить происхождение этого основания и каким образом доставлялись сюда отдельные его части. Русский исследователь Агрес предполагает, что они служили взлетными полосами для пришельцев из космоса. Наш путь лежит далеко на юго-запад, в оазис Джанет, который находится на расстоянии 1200 миль к югу от Алжира, в самом сердце пустыни Сахара. Из Джанета мы доберемся до плато Тасили. Земля здесь напоминает лунный ландшафт. Среди песков пустыни возвышаются красноватые гряды скал. Когда-то земля Сахара была плодородной. 15 тысяч лет назад это было самое густонаселенное место в мире. Склоны гор подверглись эрозии под действием бури солнца. Ледяной северный ветер гуляет в каньонах на высоте в 6500 футов над раскаленным ложем пустыни. Здесь, в Тасили, были обнаружены тысячи рисунков. Самые ранние датируются 8-10 тысячелетиям до Рождества Христова, что соответствует эпохе неолита. Художниками были охотники и скотоводы. Они всегда изображали одно и то же. Животных, охотников и... А что это за странное существо с круглой головой? А кого изображают фигуры у его ног, на головах которых надеты шлемы, похожие на водолазные или космические? Ни глаз, ни носа, ни рта. Только прорези, маленькие круглые отверстия. Их тела, кажется, без усилий плавают в космосе. В космосе? Загадка в том, что эти доисторические художники очень верно изобразили людей и животных вокруг них, соблюдая все формы и пропорции. И только эти круглоголовые существа кажутся непропорциональными. Почему? Может, у художников не было возможности рассмотреть их поближе и подольше? В шесть дней мы идем вперед, ночуя под сверкающим звездным небом пустыни. Мы хотим узнать как можно больше об удивительном мире вокруг нас. Похож ли этот рисунок на космический корабль? Что это за диск, из которого выходит эта фигура? И здесь опять изображены те же и реальные парящие существа. Лица их невозможно разобрать. Они одеты в какие-то светлые одежды. Может быть, они одеты для космических путешествий? Хотя могут быть и другие объяснения. Остатками запасов питьевой воды мы полили скалу, чтобы древние рисунки стали ярче. Теперь мы можем различить странные фигуры в непонятных головных уборах и комбинезонах с надутыми щитками. Спустя 10 тысяч лет, контуры рисунков потеряли четкость. С большим трудом нам удается зарисовать их для дальнейшей работы. Французский археолог Анри Лотт обнаружил изображение гиганта высотой 19 футов, нарисованное на круглой вогнутой скале, защищенной каменным навесом. Он назвал его великий бог Марса. Анри Лотт не знал ничего о полетах в космос. Но мы это уже знаем. КОНЕЦ Под нами Черная Африка. Буши Южной Родезии. И, наконец, развалины Зимбабве, забытого древнего города-призрака. Никто не знает, кто были его строители. Крам был сложен из гранитных блоков в форме кирпичей, выглядевших совершенно одинаково, как будто их сделали на фабрике. Вес этих идентичных блоков 20 тысяч тонн. Их поднимали на высоту более 30 футов, чтобы построить стены, простоявшие тысячи лет. Что за каменщики обработали и сложили эти блоки подобным удивительным образом? Были ли они предками этих бушменов, чьи соломенные хижины окружают руины? Может быть, это была прилетевшая раса виртуозов строителей? КОНЕЦ В Мексике когда-то боги чувствовали себя, как дома. Посетим национальный музей. Здесь мы видим гигантский каменный календарь ацтеков. Ширина его превышает 11 футов при весе в 24 тонны. Когда-то он был ярко раскрашен и стоял перед храмом бога Солнца. Стилизованные символы отражают результаты астрономических наблюдений, точность которых поражает. Ацтеки вели временной счет по Солнцу и Луне и вычислили, что год длится 365 с четвертью дней. Они вычислили это точное число, не применяя телескопы и математические приборы. Могли ли они получить эти знания из внеземных источников? Этот древний предмет имеет большую роль. Большое значение, если его рассматривать с точки зрения поколения, открывшего для себя дорогу в космос. Под этим холмом скрыто еще одно из чудес света. Пирамида Шолула, которая, судя по ее объему, является самым большим сооружением, построенным человеком. Ее строили в течение шести веков. Длина ее основания тысяча, ширина тысяча сто семьдесят футов, высота сто семьдесят восемь футов. Объем пирамиды Шолула свыше трех миллионов кубических ярдов. По сравнению с ней пирамиды Хеопса по объему меньше на миллион кубических ярдов. В шестнадцатом веке испанцы построили на ее вершине церковь. Систематические раскопки начались только в этом веке. С тех пор обнаружено более двенадцати миль подземных коридоров. Их назначение пока неизвестно. Сооружение в форме пирамид известны многим цивилизациям, зародившимся на большом расстоянии друг от друга. Есть ли в этом какая-либо связь между ними, до сих пор нам неизвестно. В Центральной Америке есть еще одно место с развалинами Теотиоакан. Оно расположено в часе езды от Мехико на высоте в шесть тысяч пятьсот футов. Раскопки производились только на очень малой части этой территории. В переводе Теотиоакан означает обитель богов. Над городом богов возвышается пирамида Солнца. Ширина ее основания семьсот шестьдесят, длина семьсот двадцать футов, высота двести шестнадцать футов. Пирамида напоминает небольшую гору весом в два с половиной миллиона тонн. КОНЕЦ 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 хранители тайны. Они изображают воинов, на чьих головах надеты необычные шлемы. На груди у них висят какие-то приборы в виде коробочек. В руках они держат какие-то неизвестные орудия. Вероятно, это либо оружие, либо средства связи, привезенные с далеких звезд. В двух часах полета от столицы в долине Уахака находится Монте-Албан. Еще одно свидетельство высокого уровня развития древней мексиканской цивилизации. Как она зародилась? Кто были архитекторы ее построек? Наш путь лежит над горами Мексики к другому комплексу храмов и пирамид Чичен-Итса. Чичен-Итса древнее поселение майя в острове Юкатан. Его сооружения были построены в соответствии с данными астрологии. Обсерватория майя находится на трех террасах. Ее форма идентична форме современной обсерватории. Приглядитесь внимательнее к этой статуе. Она изображает человека в небольшой комнате. Рука его лежит на подобии рычага. От его шлема отходят какие-то странные лучи, напоминающие антенны. Эта пирамида представляет собой гигантский каменный календарь. Каждая из 365 ступеней на ее четырех лестницах представляют собой один день. А вот крылатый бог Кукулькан. Говорят, что он тоже пришел со звезд и вернулся туда. Он был вытеснен кровавым богом, воителем Шакмулем. Он держал в руках поднос, на который клали сердца, принесенных в жертву людей. Во время засухи люди шли на поклонение к священному колодцу, называемому Сеноте. Молодых девушек здесь переносили в жертву богу дождя. Их бросали в бездонные мрачные воды. Не было спасения от этого зловещего колодца. Он представляет собой абсолютно круглое отверстие в скале, которое никоим образом не могло возникнуть естественным путем, и человеческие руки без помощи извне также не смогли бы его проделать. Колодец похож на кратер, возникший под действием выхлопных газов очень мощного ракетного двигателя. Среди огромного количества вопросов, поставленных остатками культуры Майя, есть следующее. Почему через шесть веков после Рождества Христова все население Майя покинуло эти места, оставив города, храмы и пирамиды, плоды великого труда, и переселилось на север, чтобы начать опять с нуля, хотя время их переселения не совпало с войнами, мором, голодом или внезапными климатическими изменениями? Население 16 городов Мексики превышает 100 тысяч человек. Один из таких городов Меридо. Здесь живут потомки Майя. Они все еще говорят на своем языке, образовавшемся на основе древнего языка Майя. Вероятно, они являются одними из самых спокойных народов Латинской Америки. В их лицах до сих пор сохранилась неуловимая красота их предков, которую мы можем видеть и в каменных статуях. Покинув Меридо, мы летим над обширными болотами в Лавенту. Здесь мы видим десятки каменных голов, лежащих прямо среди болота. Каждая из них весом около 200 тонн. В пределах 60 миль нет каменоломен, только джунгли. Вновь возникает один и тот же вопрос. Каким образом эти громадные статуи были доставлены сюда через болото? Мы долго не можем встретиться с крылатым богом Паленке. Его не так-то просто увидеть. Под кроной девственного леса Паленке висит изматывающая влажность. По дороге к священному городу Майя, мы встречаем трупы домашнего скота, над которыми кружат хищные птицы. После восьми отказов мы, наконец, получаем официальное разрешение снимать эти знаменитые древние сооружения. Закрытые гробницы открываются для нас всего на полчаса. Сначала вверх по крутой лестнице, затем вниз еще более удушающую влажность внутри гробницы. Вот он, впервые снятый на пленку крылатый бог Паленке. То, что мы видим в объективе, настолько поразительно, что хочется внимательно рассмотреть каждую деталь в отдельности. Мы видим сидящего в капсуле человека, который внимательно во что-то вглядывается. Его руки лежат на каких-то неизвестных рычагах управления. Нога нажимает на педаль. В задней части капсулы мы видим двигатели, из которых вырывается пламя. Разве это не типичная поза астронавта, так хорошо нам известная сегодня? Кажется, что он одет в рабочую одежду, брюки на широком поясе, что-то вроде куртки, плотно прилегающей на запястьях, наподобие компенезона. Он сидит в мягком кресле, которое способно смягчать перегрузки при набирании скорости. Человек, следящий за системой управления, так же одет, как астронавт. Еще один двигатель, извергающий пламя. По словам Майя, это каменное божество изображает Кукулькано, сошедшего со звезд и вернувшегося назад. Кукулькано, сошедшего со звезды. мистер, минускуль, perdu dans le Pacifique. Париж est sept fois plus grand que ce point de terre à 4000 kilomètres de la côte du Chili. Сквозь облака виден остров Пасхи. «Матакитерани» И сегодня аборигены называют свой остров «Матакитерани», что значит «глаза, смотрящие в небо». Ближайший атолл носит название острова «Людей-птиц». Здесь мы видим их. Это существа с телом человека и головой птицы. Были ли это птичьи головы на самом деле? Или же так казалось аборигенам? Они могли бы быть шлемами, снабженными дыхательными аппаратами. По легенде, в доисторические времена летающие люди, сопровождаемые пламенем, пришли на острова. Это «Маке-Маке», божество островитян. Сейчас на острове живет около двух тысяч человек. Население никогда не превышало четырех тысяч человек. С этим фактом соглашаются все ученые. Но наряду с этим возникает и ряд неразрешимых вопросов. Большинство населения, 70% женщины, дети, старики. Большая часть трудоспособного населения занята добыванием пищи. Таким образом, количество рабочих настолько мало, что просто невозможно было создать более 600 гигантских каменных фигур, встречающихся повсюду на острове. Камень настолько тверд, что удары стального зубила почти не оставляют на нем царапин. Высота многих из этих колоссов достигают 65 футов при весе около 400 тонн. Многие статуи видны только частично. Только после раскопок можно выяснить их настоящие размеры. Все фигуры одинаковы. Они изображают человека необычного вида с надменным замкнутым выражением лица. Одна фигура похожа на другую, как будто они высечены из одного куска. только одна статуя, раскопанная Туром Хейердалом, выглядит иначе. У нее круглая голова, и она изображает колено преклоненного человека. А это мастерская каменотесов в вулканическом кратере Ранурараку. Вытесанные здесь колоссы были установлены на расстояние в 12 миль отсюда. Здесь не было огромной армии рабов, ни дерева для катков. Ничто не указывает на то, каким образом эти скульптуры были доставлены на другой конец острова. В легендах острова Пасхи говорится, что каменные гиганты передвигались сами при помощи маны, таинственной силы, которой вводили только двое жрецов. И что однажды эти жрецы исчезли, унеся с собой ману. Было ли это в день, когда остановились работы в каменоломне Ранурараку? Может быть, поэтому так много незаконченных статуй? Что такое мана? Может быть, на остров прилетали пришельцы из других планет, которые умели пользоваться электромагнетизмом? Или же они обладали способностью преодолевать законы тяготения? До сих пор на острове Пасхи наблюдается необычайно сильное магнитное поле. Доклад о результатах французской экспедиции в 1964 году заканчивается следующим. Так как на острове Пасхи существует необъяснимое магнитное поле и необычные геологические феномены, не исключена вероятность внеземного вмешательства. КОНЕЦ 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 Наши исследования возвращают нас в Южную Америку, в Куско, столицу империи инков, находящуюся на высоте 11 380 футов над уровнем моря в перуанских Англи. Нам сообщили, что город был основан посланцами Бога Солнца. Стены вдоль этих узких улочек сложены во времена инков. Прошедшие века не сказались на плодах труда каменотесов. Обработанные ими камни без раствора подогнаны один к другому так плотно, что между ними невозможно просунуть лезвие ножа. Необычный блок с 12 обработанными сторонами выполнен настолько точно, что такого же результата можно добиться только при помощи современных инструментов. Напрашивается удивительное сравнение. Такая же стена, возведенная в той же манере, находится далеко на западе, на расстоянии 3000 миль отсюда, в Тихом океане, на острове Пасхи. Были ли каменотесы острова Пасхи и Ант учениками одних и тех же мастеров-строителей? Над Куско возвышаются впечатляющие развалины крепости Саксахуаман, цитадели инков, защищающие их столицу. Подобно частям головоломки, из огромных глыб, как будто они были легкие, как спичечные коробки, сложена эта стена длиной в 1200 футов. Крепость существовала задолго до империи инков. Когда испанский конкистадор Писаро спросил, кем были ее строители, ему ответили, что это были светлопожие, бородатые, рыжеволосые люди, потомки Вирако-Часа. Некоторые из этих камней весят 500 тонн. Индийцы идут на рынок Пизаке. КОНЕЦ 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 Они возвращаются в священную долину инков, долину Урубамбы. КОНЕЦ На высоте 8450 футов над уровнем моря лежит Мачу-Питчу, цитаделя которой говорят, что она также была построена светлокожими и рыжеволосыми потомками Вирако-Часа. КОНЕЦ 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 У подножия Кордильер находится Ла-Пас, столица Боливии, расположенная на высоте 12 350 футов. Это самая высокогорная столица в мире. КОНЕЦ